Вот они, составляющие успеха. Действуй, мечтай, твори, достигай, развивайся. Такие мотивирующие слова весь год звучали и из уст наставников третьего этапа проекта «Краткосрочное наставничество». В июне прошлого года его участниками стали 12 ребят, выпускников организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. А 12 взрослых стали для них наставниками. Это областные министры, депутаты, врачи, предприниматели и глава региона Максим Егоров. Что я хочу сказать? Я сейчас хочу к взрослым обратиться. Никогда не надо бояться смены поколений, что кто-то может прийти к тебе на смену. К этому надо быть готовым. И надо всегда готовить смену. Надо учить и делиться своим опытом. Подопечным Максима Егорова стал Александр Коновалов. Юноша учится в колледже имени Солнцева по профилю защиты в чрезвычайных ситуациях. И ему всегда было интересно своими глазами увидеть то, как работает реальное спасательное подразделение. Во время одной из встреч с наставником мечта осуществилась. Вместе с главой региона Саша побывал в областном пожарно-спасательном центре и буквально примерил на себя профессию спасателя. Какие темы мы чаще всего обсуждали? Это, скорее всего, мое будущее. То есть, моя профессия, по которой я буду идти дальше по МЧС. И кто на работу? Какую лучше всего тоже выбрать? Вот Максим Борисович сказал, что ему больше всего нравится во мне. Это целью устремленность. То есть, я цель выбран и иду до конца. Акцент в программе «Краткосрочное наставничество» сделан прежде всего на профессиональное самоопределение выпускников. И надо сказать, что этот год, в течение которого наставляемые наставники учились друг у друга чему-то новому, дал свои результаты. Кто-то из ребят поступил в ВУЗ, а кто-то и устроился на работу. Выпускник Центра поддержки семьи и помощи детям Александр Рязанцев теперь студент Мичуринского аграрного университета. По случаю отличного завершения первой сессии символичный подарок от наставника депутата областной думы. Признаются, краткосрочное наставничество для них переросло в долгосрочную дружбу. Так как Галина Александровна взрослый человек, она может посоветовать какие-то вещи в жизни, также в дальнейшем в плане учебы и куда дальше пойти. Также может и помочь и в семейной жизни. Какой главный совет ты запомнил от наставника? Главный совет, она мне дала, чтобы я пока не переживал, закончил учебу хорошо, а дальше уже как пойдет, чтобы жизнь налаживалась и никуда не влезал ни в какие проблемные моменты. За шесть лет существования программы наставничества сформировано больше 170 пар наставник-наставляемой. За это время 171 ребенок получил поддержку значимого взрослого. Юлия Савушкина, Евгений Михеев, Александр Кобзарев, Область новостей.